Девушки отдыхают Девушки отдыхают Джордж Лейзенби Дэн Кларк Дэвид Уэллс Валентина Варгас Вик Тревино Сегодня из океана выловили труп молодого яхтмена Это уже не первая жертва сброса тактичных отходов в канализацию Лос-Анджелеса Органы здравоохранения поставили на побережье предупредительные знаки Еще до того, как было выявлено наличие отравляющих веществ в водах залива Список пляжей закрытых для купания в Вене на днях растет Закрыты пляжи в Венесе, Санта-Монте и Зуме Рода Райт, новости 3 канала, до встречи в студии Забирай! Баклажаны, ты же любишь баклажаны? Сейчас не хочу Ладно, ладно, давай закажем креветок Кажется, здесь их неплохо готовят От креветок у меня пальцы распухают Добро пожаловать на виллу кальмара Что закажем? Я еще не решила Дорогая, может возьмешь зеленый салат? Я еще не решила Тогда, может быть, возьмешь... Я еще не решила Мы немного подумаем, и хорошо? Идиот Давай возьмем что-нибудь попроще Скажем, домашнюю лапшу Добро пожаловать на виллу кальмара Что закажем? Я же сказал, нам надо немного подумать Моя слуга Впервые вижу такую тупость Итак, вы уже придумали Когда придумаем, я вас Эй, братишка, прими заказ на пятом Да, братишка Пардон Эй, забирай Забирай Сейчас, сейчас Не волнуйся Вот, пожалуйста Приятного аппетита Забирай А как лазанья? Не знаю Тому вроде нравится Но он Давно, видно Порядочную пищу не ел Забирай 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 А что бы вы мне посоветовали? Я бы посоветовал Китайский ресторанчик В двух кварталах отсюда Эй, дубиноголовый Говорят тебе Забирай Забирай Ну, видишь, что ты натворил Вон, Эпитош Куда ты лезешь? Говорят, вот ты меня Говорят, тебе собирай Значит, собирай Грузовики Хилкерска Здравствуй, Френд А где мой шофер? Отослал домой У него горло болит Идешь, Френд? Это надо заканчивать Но если ты собрался Читать мне экологические проповеди Я их слышал Тебя совесть замучила Поезжай домой И разберись в своем сейфе Черт побери, Стром Сколько людей ты угробил С помощью моих грузовиков Но сделал тебя Богатым человеком Грех жаловаться У меня глаза болят От того, что я их закрываю На твои делишки Я понял, Хилкерс Готов оплатить Визит к кокулисту Сколько? Пошел ты Это надо заканчивать Как твои племянники, Френд Не сладко Не сладко пришлось Ребятишкам Потерять родителей В автокатастрофе Такая трагедия Хорошо, что есть Добрый дядюшка Фрэнк Он их не оставит А если вдруг с тобой Что-нибудь случится Будь уверен Я о малышах Позабочусь Обещаю тебе Леон Леон Выгляди на их шеи Опять начинается Их шеи разве Это непропорциональное тела Но это правда Шеи у вас больше, чем головы Ну, конечно, мам Ведь в голове мышцы не накачаешь Да А как насчет мозгов? Мозги не мышцы, мама Это орган И слава богу, ма Иначе головы тянули бы нас к земле Кто бы мог подумать Что из славных малюток Вырастут этакие верзилы Да И похожи, как две капли И совершенно разные Я давно это твержу Девять всегда был строителем Питер разрушителем Что ты еще выдумал? О, Питер! Не волнуйся, дорогая Будет у тебя другая Питер, ну какой ты милый Да, милый, черта с два Да, детка У тебя всегда был вздорный характер И правда Как будто один человек раздвоился Да У Питера ум А у Дэвида сердце А почему вы не на работе? Уволились Нас уволили Одним словом, мы туда больше не пойдем Я вас не виню за это Там такая пища, как будто ее в сортире готовили Дэвид, ты сам отменно готовишь Вам бы свой ресторан открыть Ма, да это отличная идея Отличная А где денег взять? Как? Где? В банке? Ты хочешь, чтобы мы ограбили банк? Нет Ступайте в банк И возьмите небольшую суду Эвид, ты будешь шеф-поваром А из тебя, Питер, при твоем обаянии Выйдет прекрасный метродотест Здорово! Хочу предложить тост За ресторан, братья Фальконе За ресторан, братья Фальконе Ура! Да! Да! Семья транспортного магната погибла в автокатастрофе Семья транспортного магната погибла в автокатастрофе Ладно, давайте все обсудим Нет, не здесь В общественном месте Завтра в полдень в парке Гриффит Банк финансовой поддержки Итак, на что конкретно пойдут эти деньги? Мы хотим открыть ресторан Понимаю И какое у вас обеспечение? Покажи! Лазанья в мясном соусе Отменные макароны в томатном соусе с базиликом Равиоли с моцареллой в мясном соусе Баклажаны фаршированные пармезаном А на десерт Ватрушка Обычно она пышнее, но мы ее на дно сумки положили Под обеспечением я понимаю капитал, который гарантирует возвращение ссуды Капитал? Капитал? Это деньги, что ли? Да Если бы у нас были деньги, зачем бы мы просили ссуду? А недвижимость? Может, дом? Акции? Щита? Ну, хотя бы машина? Да Но мы за нее не расплатились Значит, вы хотите получить у нас ссуду без обеспечения, да? Да Ничем не могу помочь Забирайте свои макароны и будьте здоровы Отказать! Вы даже не пробовали Вы попробуйте, это вкусно Нет, макароны я не ем Не упрямьтесь, откройте рот Ну? Состав входит в туннель Вы смирей, не плюйте Ебайтесь, мистер Бенджамин Состав уже в пути Ну, вот, теперь соус Вон отсюда! Вон! Вон отсюда! Да, это провал, полный провал Я не знаю, как маленькому человеку выбиться в люди Они дают ссуду только тем, у кого есть деньги Какая гнусность! Неудивительно, что все банки прогорают Прошу вас, батрушку не забудьте Эй, я такие лазанья в жизненных делах Что ж, спасибо! Вам бы, ребята, свой ресторан открыть Но придется заплатить большие штрафы И ты решишься всех доходов от незаконной деятельности Может, даже срок отсидишь Но в итоге Уверяю тебя, ты выгодишь от того, что обратился к правосудию Если доживу до снятия показаний Будь оптимистом, Франк Тебе дадут усиленную охрану, как особо важному свидетелю А мои племянники? Ну, я думаю, о них позаботятся благотворительные организации Поместят в хороший прием И думать забудь, я этого не допущу Отдать племянников чужие руки Ну ладно, ладно, ладно Тогда и к ним приставим охрану, поверь Франк, это необходимо Мы встанем за тебя горой Пока стрём, они упрячут за решетку Но когда-нибудь он выйдет Не думай об этом, Франк Хилхерст Если все обвинения против Строма подтвердятся Его не выпустят на поруки по меньшей мере Две тысячи лет Ну ты, ослиная башка, отдай мять А у тебя есть подходы к детям Тебе не о чем беспокоиться Мы представляем правительство У нас в таких делах есть опыт Франк, положись на меня Как на себя Франк, положись на меня Уходим! 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 Эй, вызывай полицию! Поехали! Быстро, быстро поехали! Берегись! Ребенок! Мой ребенок! Малыш мой! Ой, спасибо вам! Спасибо! Ой, не плачь! Тренажерный зал Помогите! 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 Ребята, как дела? А твои, Фло? Телефон просто разрывается! С тех пор, как ваша фотография появилась в газете, все желают записаться к нам и стать такими же героями. Чтобы выразить вам свою признательность, я на два месяца освобождаю вас от оплаты. То есть вы должны мне только за четыре месяца. Спасибо, Фло! Спасибо за приятную весть! У меня бас, как у нее! Эй, малыш, тебе надо попить гормоны для роста. Зачем? Прошу прощения, разрешите спросить? Да, вон они-то! Слушай! Эээ, Дэвид и Питер Фальконе? Да, а ты кто? Позвольте представиться, Томас Саджевик. Отлично! Ты, Томас! Усе твои взлеты и падения будут в постели! Питер Фальконе! На, держись! Простите, я... Я нет, мне ваш автограф не нужен. Позвольте, господа, вы меня не поняли. Я представляю мистера Франка Хилферста. У него грузовики? Да, у него грузовики. Он имел несчастье быть в парке во время покушения. Чего ему взбрело в парке покушения? Он имеет в виду заварушку. Ты ведь о заварушке, верно? Верно. Он про заварушку. А, про заварушку. Так вот, мистер Хилферст остался вами очень доволен и приглашает вас к себе, чтобы поблагодарить... эээ... лично. А что, почему бы и нет? Спасибо, Томас. Да, спасибо, Томас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чем помочь? Чего? Чем могу помочь? Чего? Чего? Ты орёшь? Мы к мистеру Хилферсту в гости. На связи, главный ход. Эй, ничего, волощёнки. Где постригался? Пропусти. Порядок, проезжайте. Так-то, братец. Эй, отрасих подлиннее. Приenas. Замермомых. Удачи! Привет, Томас. Как жизнь встречала? О, неплохо устроился, Томас. За квартиру сколько платишь? Прошу вас, господа, не трогайте ей больше двухсот лет. С такими деньжищами она новой не может раскошелиться. Прошу за мной, господа. Дэвид и Питер Фальконе. Очень рад вас видеть. Я Франк Хилкерс. Дэвид! Питер! Садитесь, пожалуйста. Садитесь. Это мистер Беннет. Томас, принесите, пожалуйста, чаю. Я восхищен вашими действиями в парке. Немногие в наши дни пришли бы на помощь ближнему. Я вам обоим крайне признателен. Нет проблем. Так они за вами гонялись? А вообще-то вас это не касается. Как не касается? Парни жизнью своей рисковали, а они имеют право знать. Те ребята в парке наемные убийцы. Их подослали, чтобы помешать мне дать показания против оговоря организованной преступности. И если бы не вы, им бы это удалось. Вы хорошо приложили тех бандитов, где... Где вы так развели мускулатуру? В армии? Нет, там и были жердяи. А жердяи либо терпят тумаки, либо их навешивают. Мы не терпели. Дэвид. Питер, я предлагаю вам работу. Завтра мне надо уехать из города на предварительное прослушивание дела. И я хотел бы, чтобы вы присмотрели за моими племянниками. Меня не будет неделю, я плачу по две с половиной тысячи. В день каждому. Пять тысяч баксов в день? Нянькам? За неделю? Это же 35 тысяч баксов. Мистер Хелхерст, мы же договорились. Мои люди обеспечат безопасность ваших племянников. Беннет, я ваших людей в деле не видел. А эти парни уже проявили себя. Ну, как хотите. Ну, вы что скажете? Беретесь или нет? Беремся. Я взял к себе мальчиков, когда мой брат и его жена полгода назад разбились на машине. Не повезло детишкам. Стивен, он очень чувствительный. Он тяжелее это переживает. А Брэдли, Брэдли, он, как бы это сказать, Брэдли экстраверт. Надеюсь, это не заразно? Простите моего брата, по нему электрический стул плачет. Я сейчас познакомлю вас с мальчиками. Уверен, вы найдете с ними общий язык. Брэдли, Стивен, поднимитесь на минутку. Сейчас идем. Что, дядя Фрэнк? Подойдите, не бойтесь. Вот, познакомьтесь. Это Брэдли, это Стивен. Ребята, это Питер и Дэвид Фальконе. Они будут присматривать за вами. Да, мы няньки. Хилхерст уезжает завтра утром в 8 часов. Он будет жить в отеле Чет Суорт в номере 1410 под фамилией Ренсвик. Прекрасно. Пожалуй, я предупрежу отель, что постоялец отказывается от апартаментов. Да, но он под усиленной охраной. А еще Хилхерст приставил своим племянникам тех хромил из парка. Ты понял, что надо делать, если мы не возьмем Хилхерста до отъезда? Ты понял? Мои люди будут патрулировать по всему периметру усадебы. В целях предосторожности просим вас не покидать ее пределы. Иными словами, сидите тут. Я буду каждый день звонить. В случае надобности Томас знает, как со мной связаться. А в остальном позаботится прислуга. Ни о чем не беспокойтесь, мистер Хилхерст. Все будет тип-топ. Полиция уже устала держать пикеты на улицах. Поехали! Берегите их. Кроме них у меня никого нет. Положитесь на нас, мистер Хилхерст. Мы позаботимся о них. Пока! Пока, пока! 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 До встречи! Пока! До встречи! Удачного выступления! Не волнуйтесь! Да! Моя мама! 35 тысяч бешеные деньги! За одну неделю больше, чем за весь год! Эти денег нам хватит на ресторан! Да! Мы везунчики! 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 Хвала, Мадонни. Ну, мистер Фальконе, как вам нравится новая резиденция? Так себе, мистер Фальконе, но надеюсь, что сойдет. Это уж точно. Несомненно. После вас. Нет, после вас. Ни в коем случае. Ну, если вы так настаиваете. Дэйв, я ранен, ранен! Я тоже. Ну, погодите. Лолита, возьми стиральный порошок и пойди ототри козлиную кровь в патио. Ах, паршивцы испортили мою лучшую драную рубаху. Ладно, тебе не еще дети. Не дети, а черти. Особенно Брэдли. Он и есть зачинщик. С ним надо держать ухо востро. Поверьте мне на слово. Быть может, нас Бог наказывает? Помнишь, как мы измывались над няньками? А настоящие вампиры были. Погоди, они нам еще покажут. Терпение, братишка. Они сиротки. Не забывай, поэтому и не подпускают людей к себе, поскольку боятся очень, что их опять покинут. Да ладно тебе языком-то молоть. Серьезно. Мы должны убедить малышей, что заслуживаем их доверия. Ну, а как это сделать? Помнишь, что говорила мама? Путь в желудку мужчины лежит через его рот. Секрет моего соуса в том, что я всегда добавляю в него щепотку горького перца. Ну-ка, Пенни, попробуй. Это очень вкусно, Дэвид. Еще бы. Только, боюсь, пропадут ваши труды. Ведь эти сорванцы ничего не едят, кроме ореховой пасты и копченой колбасы. Так они голодают, бедняги. Отсюда и агрессивность. Томас, ты чего под дверью торчишь? Надеюсь, ты не ушибся. Ступай, приведи детей в столовую. Так, ребятки, добро пожаловать в ресторан братьев Фальконе. Прошу вас. Я вся пузо еды сколько влезет. Брэдли, молитву будешь читать? Хорошо. А как ты, Стивен? Я прочту. Боже милостив, ко мне буди и подай мне еду на блюде. Аминь. Аминь. Что с вами? Почему вы не едите? А мы этого не хотим. Мы хотим ореховой пасты. А вы все-таки попробуйте. Нет. Попробуйте, это вкусно. Нет. Да вы что, я целый день у плиты карпел, как проклятый. А ну, ешьте быстро. Может, ты не понял, ослиная башка? Нет. Детей тоже надо понять. Дэвид. Дэвид. Успокойся, Дэвид. Положи вилку. Вот так. Молодец. Теперь подумай о чем-нибудь хорошем. Ничего страшного. Я все приберу. Значит, ты крутой? Посмотрим. Ударь меня. Ну что же ты? Верей, говорю. Давай, увидим, какой ты крутой. И это, по-твоему, удар? Вот это удар. Да чего же он хорош, этот Чак Норрис. Дорогуша, а дети где? Не знаю. Наверху, должно быть, куклам голову отрывают. Что-то они притихли. Да, не к добру это. Господи, помилуй. Меня сейчас вырвут. Видимо, после твоей жратвы. И не стыдно вам так людей пугать? Ведь так можно отдать и Богу душу. Да, ничего смешного. Почему ничего? Видели бы вы свои рожи. Я покажу вам, как смеяться. Перестань, Дэвид. Ведь они пошутили. Я убью их. Я сейчас их убью. Ну-ка, пойдем отсюда. Нет, я и Богу их убью. Ну, Дэвид, если ты их убьешь, дядя точно не выпишет нам чек. Ну, ты видел этих болванов. Папа, ведь так можно и Богу душу отдать. А они тебе ничего не напоминают? Я даже не знаю. Пожалуй, неудачный эксперимент клонирования. Только они еще не знают, что мы им приготовили на завтра. Слушай, Брэд, а может уже хватит? Нет, пощады не будет. Дяде Фрэнку они понравились. Как бы он не рассердился. Да что нам за дело дать дяде Фрэнка? Ему же на нас наплевать. Всем на нас наплевать. Мы можем рассчитывать только на себя. И должны держаться вместе. Верно? Верно? Пощады не будет. Пощады не будет. Я первый. Поверка постов. Время 24.00. Все спокойно. Никто не выходил. Конец связи. Конец связи. Тебе помощь не нужна? Да, я... Хотел проверить, как там дети. Дети в порядке? Да, да. Ну что ж, тогда спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. И тебе. Завтрак. Самая главная еда за весь день. После обеда и ужина. Бифштекс с яичницей. Питер, произнеси молитву. Молитва. Давайте есть. Мы не будем это есть. Что ты сказал? Я сказал, мы не будем это есть. Вы свободны, детки. Ничего. Я приберу. Паю. Ай. Погода. Не знаю. Не знаю. Девушки отдыхают. Дэвид, Питер. О, привет. Дэвид, погляди, я вывела кровавое пятно с твоей рубахи. Здорово, спасибо, Валита. Питер, Питер, посмотри, я заштопала тебе дырку на заднице. Мусис грасиас. Пожалуйста. А ну-ка. Примерь их. Помогите! Стив свалился в бассейн! И что? Он плавать не умеет! Ага. 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 Нет, нет! Мистер Хилхерст, я пригласил на снятие ваших показаний несколько нужных людей. Это Уильям Келси из Госдепартамента, Джек Кармайкл из ФБР, Лоренц Шмидт из ЦРУ, Джим Родригес из МИДа, Рой Хартли из НАТО и Филис Гектор из НАСА. Мы склоняем голову перед силой и мужеством этого человека. Джек, приведите его к присяге. Кляняйтесь ли вы говорить только правду? Да. Поклялся? Начнем с самого начала. Как вы познакомились с Лилиндом Стромом? С повышением цен на нефть транспортный бизнес понес тяжелый ущерб. Мои грузовики простаивали. Стром предложил мне выход. Я не получал таких денег. Уже в первую неделю мы выручили свыше 15 миллионов долларов. Значит, вы продали душу дьяволу? Ничего он не продавал. Иначе не был бы здесь. Он сдал ее в аренду. Верно, Фрэнк? Ищу кот. Президенция Хилхерста. Томас, это я. Как там дети? О, мистер Хилхерст, как я рад, что вы позвонили. Сэр, вы себе не представляете, что здесь творится. Это кто? Мистер Хилхерст? Да, я поговорю. Томас, положи трубку. Я уже взял. Привет, мистер Хилхерст. Это Питер Дран и Свитер. Питер, как мальчики? Отлично. Что им сделается? Ну-ка, ребята, поздоровайтесь с дядем Фрэнком. Они бы хотели с вами поговорить, но не могут. Послушайте, мистер Хилхерст, на домашнем фронте все стерильно. Так что спите спокойно и развлекайтесь. Ладно, по рукам. Ну, что будем с ними делать? Не знаю. Можно закопать их в саду до возвращения дяди. Но этот сад такой большой. Я боюсь, мы позабудем, где их закопали. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Объясните, ради бога, что здесь происходит? О-о-о! Кто вы? Я учительница. А вы кто такие? Мы няньки. Хорошие няньки. Кто же связывает десятилетних детей? Да мы просто играем. Мисс Ньюман, они хотят нас убить! Да, они хотели нас убить! Неправда, это они хотели нас убить! Как же вам не стыдно? Такие верзилы и запугивают беспомощных детей! Итак, страдательные причастия оканчиваются на НЫЙ, НАЯ и НОЕ. Стивен, повнимательнее. Ну, кто мне скажет, на что оканчиваются действительные причастия? Я знаю, я знаю! Да? Действительные причастия оканчиваются на ЩИ. Правильно. Отлично! Беру причастие за тысячу баксов. Можно мне? Учительница, можно мне? Ну, пожалуйста, можно! Хорошо, хорошо. Что такое причастный оборот? Это когда бумага в туалете кончается? О, Господи! Обернуй бы тебе этой бумагой, она как назло кончилась. Акула высунула из воды голову, уже показался ее огромный хрипит. Старик услышал, как скрипнула шкура и развежлась плоть рыбины, когда он вонзил гарпун в голову акулы. Там был акулий мозг, и старик угодил как раз в него, своими окровавленными руками. Думаю, хватит на сегодня Хемингуэя. Урок окончен. Прошу вас. Будьте любезны. Что это такое? Что? Где наша еда? Ну, раз вы ничего не едите, мы подумали, голод вас не мучит. Извините, мы ничего для вас не приготовили. Дэвид, хватит детей дразнить. Вы кушать хотите? Там на кухне есть еще спагетти. Мы не хотим спагетти. Мы хотим ореховой пасты. Тем хуже для вас, потому что ничего, кроме спагетти, вы не получите. Может, поспорим? Отсыпьте. Пармезану подсыпать? Не сгораживай. Игры окончены. Нет, не окончены. Нет, окончены. Пора в ванну. Мы не хотим в ванну. Ну, ладно, Брэд, пошли. Нет, не пошли. Мы не хотим принимать в ванну, и никто нас не заставит. Спорим? Ну, давай сыпь. Но черви поганые, это им так не пройдет. Да перестань ты. Вон они какие здоровые. Как мы их одолеем? Очень просто. Возьмем и сбежим от них. Сбежим из дома? Да. Хватит им над нами издеваться. Как же мы сбежим? А дядя Фрэнк? Сколько раз объяснять. Мы ему не нужны. Он нас бросил. Так же, как мама с папой. Ну, я ухожу. Ты идешь со мной или нет? Спят. Прям как ангелы. Ангелочки, чё? Тш-ш-ш. Том, извини, я тебя не заметил. Ты так тихо крадёшься, тебе бы колокольчик на шею повесить. Чё? Ты что, машину думаешь угнать? Совсем с пятен? Тш-ш-ш. А что? Да ты и водить не умеешь. Она такая же, как наши машинки, только побольше. Ага. А как ты до педали дотянешься? Газ. Тормоз. Газ. Тормоз. Газ. Тормоз. Газ. Тормоз. Я сказал тормоз. Выбери что-нибудь одно. Газ. Тихо. Тормоз. 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 Ребята, что стряслось? Вот что, бегите куда угодно. Лично мне плевать на вас, а вот ваш дядя Фрэнк очень огорчится. Ведь он вас так любит. Нет, не любит. Нет, любит. Я по глазам это видел. Он вас так любит, что когда уезжал, чуть не разревелся от горя. Правда? Чтоб я сдох. Если бы он вас не любил, то разве нанял бы он нас? То-то и оно. За мной, Стив. За мной, Стив. Нет, мне надоело за тобой ходить. Ты дурак? Это ты. Из-за тебя мы чуть не убились. Нет, это из-за них мы чуть не убились. А кто надумал бежать отсюда? Ты все время мной командуешь. Шагу не даешь тупить. А я ненавижу ореховую пасту. Хватит, не будь идиотом. А ты здесь не командуй. Мне надоело во всем тебе подчиняться. Ну, покажи, какой ты самостоятельный. Может, остановим? Нет, пускай сами разбираются. Вопросы задаем при помощи вопросительных местоимений. Кто, кому, который, чей и... Что с вами случилось? Мы упали. Вы что-нибудь знаете об этом? Нет, мисс Ньюман. Вот, я написал сочинение по Хэммигуэю. Молодец, Дэвид. Стараюсь. Откнись! Мисс Ньюман, у меня вопрос. Да, Питер. Может, мы встретимся? Погоди, я первый спросил. Когда это? Я первый. Я первый? Нет, я мисс Ньюман. Прочтите мое сочинение. Эээ, Старик и море. Это... Это про старика и море. Нет, нет, до конца. По скриптум. Вы будете со мной встречаться? Это нечестно. Ты все списал из энциклопедии. Ты на что намекаешь? Ты мошенник. Не правда. Нет, правда. Я не мошенник. Нет, мошенник. Кто такой? Нет, ты такой. Прекратите. Питер, Дэвид, перестаньте драться. Может быть, вы вмешаетесь? Да нет, москазаны взбираются. Извини, Томас. Ну, нет, только не в моей кухне. Питер, Дэвид, перестаньте. Да, вы же не троги. Продинь, не тупи. Хватит! 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 Ну, хорошо. Хорошо, я буду встречаться с вами обоими. Может, мы не поедем? Может, поедем, прости. Поехали, поясилим, Зарослава. Куда это вы собрались? Мы едем на свидание. С детьми? Нет, с мисс Ньюман. Все, идем. Да, но вам запрещено покидать территорию. Томас, ты кто, дворецкий? Вот и сиди во дворе. Охрана. Охрана! Лифт идет наверх. Надо же, гормональная машина. Негормональная, мучечная. Ты никогда не видел? Так, всем пристегнуть ремни. Кроме тебя, Брэд, ты можешь не пристегивать. О, а вот и взрослые. А вот и взрослые. Негормональная, мучный. Вперед, парни! Ха-ха-ха! 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 Черт! Ха! Ну, чего мы ждем? Продолжение следует... Глазам не верю. Никогда не видела их такими измученными. Три часа на русских горках кого хочешь измотают. Да, они притворяются. Эй, Брэд! Пара хот-доги продавать. У тебя ширинка расстегнута. Ну, надо же, и вправду спят. Удивительные дети. Я не раз видела, как они смотрят друг на друга и разговаривают без слов. Нам тоже снятся одинаковые сны. Завидую я вам, ребята. Вы необыкновенные люди. Вам повезло родиться с другом. Мне всегда так хотелось иметь сестренку. Мы так хорошо повеселились, не с ним. Очень хорошо повеселились. Поскольку мы не на уроке, можете называть меня Джуди. Ладно, Джуди, то есть... Заметно, Джуди. Ну, спокойной ночи. Отвернись. Ну. То же самое. Хилл Хёрст, ФБР обложила. На милю не подойдешь. Поэтому важно всегда иметь запасной вариант. Резиденция Хилл Хёрста? Да. Когда? Да, я понял. Я обо всем позабочусь. Резиденция Хилл Хёрста? Резиденция Хилл Хёрста? Эй, в чем дело? Придется вам съесть завтрак. Хотите вы этого или нет? Ничего есть можно. Спасибо, Стивен. Я Брэд, а это Стив. Прости, когда ты перестаешь быть олухом, тебя трудно отличить. И вообще, почему вы всегда одеты одинаково? Тебе не нравится, как мы одеты? Ребята, я не хочу вас обидеть, но вид у вас, как у китайских болванов. Правда, Дэйв? Настало время сменить имидж. Дэйв, я не хочу вас обидеть. Дэйв, я не хочу вас обидеть. Три-два-один, снимай! Блеск! Трэ-тэ-тэ-тэм! Трэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ- Продолжение следует... 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 Помогите! 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 Ну-ка, заткнитесь! Сколько можно орать? Я же сказал, вас никто не слышит! Как никто? А ты? Помогите! Помогите! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Псс, тигры? Нет, все в порядке, не беспокойся. Слушай, брат, ты возьмешь ролик за 50 баксов? Какой удар? Ах ты, сукин! В чем дело? Тсс, они мы! Ты великолепен. Нет, нет, это ты великолепен. Нет, ты прекраснее всех. Нет, нет, а ты прекраснее всех и умнее к тому же. Нет, я умнее всех, а ты прекраснее всех. Нет, я умнее всех, а ты? Да я с ним согласен на обоих. Я с ним согласен. Помогите! 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 Только подойдите, обоих прикончу. Ладно, ладно. Уймись. Успокойся. А ну, бросьте пушки. Живо! Давайте их сюда. Я всю ночь ждал этой минуты. Пощады не будет. Хватит им над нами издеваться. А теперь я. А теперь я. Надо же! Где вы набрали столько близнецов? Нет, мы не близнецы. Мы просто похожи друг на друга. Ага. Тут одни близнецы. Очень смешно. Вы перебили моих людей. Но не меня. Все кончено, милый. Ты проиграл. Я никогда не проигрываю. У меня всегда есть запасной вариант. Вы, кажется, знакомы? Отпусти ее! Отпущу. Но не с этого корабля. Да ты же покойник! Теоретически, да. Я умер вместе с вами. Счастливого плавания! Стром! Дядя Фрэнк! Прочь с дороги, Фрэнк! Нет. Ладно. Как знаешь. Моя Geldетрая! Он встал кем. Не丈夫! Стром заложил бомбу, в полность судна взорвется! Который час? Пора уходить! Уходим! Пошли! Пошли! Поаккуратнее с этим! Пошли! Забирай! Эй! Кто пришел? Привет! А в чем дело? Это наши жены, Летица и Жанет. Ну, как поживаете? Превосходно! Эй, тигры! Роман, подожди хоть до машины, а? Энни! Привет, мой сладкий. Простите, девушка. Да. Иду, иду. Сию минуту. Ой, я так горжусь моими мальчиками. Я знал, что у вас все получится. Этим мы обязаны мистеру Хилхерсту. Скажи, Фрэнк, тебе нравится быть бедным, но честным? Ну да, сегодня я чувствую себя богачом. Приступайте, приступайте, ешьте все, ешьте, манджо, манджо! Дорогая Джуди, ты не забыла про свидание? А про наше завтра не забыла? Я помню, я помню. Я только одного не понимаю. Правительство заморозило все мои вклады и чек, что я вам выписал, недействителен. Да? И чего вы не понимаете? Откуда вы взяли деньги на ресторан? Да. Деньги нам судил Томас. Ну и ну, а небось это стоило ему рук и ног? Вроде того! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова